Доброе утро! Компания Поберлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодняшняя встреча посвящена воинскому учету изменениям 2023 года. И, соответственно, вы здесь видите контакты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам неудобно или не удалось досмотреть до конца наш вебинар, то приглашаем вас посетить наш сайт. Через некоторое время после очного проведения мы выкладываем запись вебинара. И, соответственно, может быть вы найдете для себя что-то еще интересное, какие-то другие материалы. Вести нашу сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И поговорим мы с вами сегодня на примере ERP, то есть как будет построена наша сегодняшняя встреча. Нормативные, так сказать, материалы я буду показывать по слайдам, ну, естественно, озвучивать. И потом мы с вами будем переключаться в демо-базу, чтобы, так сказать, ручками потрогать и попробовать, как это выглядит уже в самой программе. Мы немножечко затронем 1С зуб, поскольку в ERP практически полностью включен блок зуб и, соответственно, документы практически идентичны. Но, естественно, большинство времени мы посвятим обсуждению воинского учета в ERP. Итак, программа нашего вебинара сегодня, вы видите ее на экране. Мы поговорим про формы отчетов, поговорим про настройки, которые необходимо сделать в воинском учете. Ну, соответственно, про административные мероприятия, которые нужно будет провести. И про ответственность. Ну, соответственно, затронем дополнительные сервисы отчета, посмотрим, как и что организовано. Я сейчас перейду в демо-базу. Смотреть мы будем с вами на примере, ERP 258. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что сейчас вышло достаточно много сервисов дополнительных, которые были добавлены в связи с изменением законодательства, ну и, соответственно, регламентированных отчетов. И в зависимости от того, насколько у вас актуальная версия, вы сможете воспользоваться новыми материалами и новыми сервисами. Или вам будет сложнее, придется часть документов делать ручками. Посмотреть, какая у вас версия можно, перейдя вот по такой пиктограммке. Значит, соответственно, мы доходим до меню о программе. Вот такая пиктограммка и с точечкой в круге. Это сведения информационные. И, как мы видим с вами, у нас релиз 258.321. То есть это не последняя версия. Сейчас уже 408 пошла. И, соответственно, есть 259, 2510. Вот вышло 2511. То есть от того, насколько у вас актуальный релиз, ну, соответственно, будет зависеть комфорт в работе. Итак, начнем мы вот с чего. Практически в ЕРП полностью повторен зарплатный блок. И документы, которые касаются оформления воинского учета, они практически идентичны. Мы посмотрим и поговорим об этом чуть-чуть попозже. Но сейчас просто ради сравнения вот меню настройки, которое нам необходимо будет добавить и в ЕРП, и в зарплате управления персоналом, располагаются в подразделе кадры. И мы поговорим попозже, как они выглядят. Возвращаемся сейчас снова к нашим слайдам. И переходим, так сказать, к нормативному разделу. Но на самом деле на воинский учет достаточно долго не обращали внимания, особенно небольшие предприятия, поскольку серьезной ответственности за это не было. Но сейчас в связи с мобилизационными мероприятиями на воинский учет обратили внимание, в 21-м году были изменения, которые сейчас, в общем-то, требуют неукоснительного соблюдения, поскольку грозят штрафами. То есть воинский учет обязан вести все предприятия. И воинский учет, на самом деле, достаточно несложный, но требует некоторых, во-первых, настроек в программе, потому что, в отличие от той же бухгалтерии, в ЕРП и в зарплате управления персоналом тоже видны не все функциональные опции, которые есть в программе сразу, а некоторые функциональные опции требуют активирования, активации, в том числе и воинский учет. Потому что, если, например, у вас, ну, я не знаю, вы работаете на Ивановской текстильной фабрике, то вполне вероятно, что у вас только одни женщины, и вам вести учет не обязательно. Ну, в смысле, ритуал соблюдать необходимо, но документов, которые бы его сопровождали, не будет. Для всех остальных работодателей вы видите обязанности, которые возникают по воинскому учету, на экране. То есть, при приеме работника на работу, обязанность номер один – это проверить наличие военного билета у мужчин и подростков. Соответственно, в воинском билете должны быть аккуратные записи, черной пасты, без исправления помарок. Ну, и, соответственно, должна быть фотография. Если вы видите, что нет фотографии, или там начеркана, или записана красной краской, то, ну, это повод насторожиться, либо отказать претенденту. Обращаю ваше внимание, что исключением из общих правил являются военные билеты старого образца. В них может не быть фотография, поскольку в те времена не было такого требования. Ну, соответственно, воинский учет подразумевает под собой заполнение некоторых документов. Их не так уж и много. На самом деле, эта карточка по форме номер 10, которая была введена не так давно, в 21-м году. И, собственно говоря, смысл введения этой карточки в том, что эти сведения должны предоставляться в военкомат и должна производиться регулярная сверка с военкоматами. Обязанность номер 3 – это информировать сотрудников о воинских обязанностях. Потому что многие, ну, как бы, не в курсе, особенно если это подросток или первый раз устраивающийся на работу сотрудник, например, после института, если там не было военной кафедры. И обязанность номер 4 – оформлять и выдавать сотрудникам на руки направления, которые они должны предъявить военкомату для того, чтобы военкомат поставил их на учет. И пятая обязанность – информировать военкоматы о нарушениях. То есть, например, если вы выдали сотруднику направление, он его до военкомата не донес. Если в его воинском билете, как я говорила раньше, начерканы, имеются исправления, ну, отсутствуют, допустим, фотографии уже в настоящем времени, то вы должны будете подать в военкомат сведения о нарушениях. И, соответственно, вы должны объяснить работнику, чем ему грозит документ, который он представляет в таком-то виде. Повторюсь, за нарушение воинского учета сейчас предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Вы видите ссылку на нормативные документы, которые регулируют именно этот вопрос. Теперь немножечко перейдем дальше. Что у нас с учетом в этом году, в 2023 году? Ну, как я уже говорила, отчетность и ведение воинского учета обязаны проводить все компании. На карточке в форме номер 10, ну, как бы, жизнь не заканчивается, то есть кроме нее необходимо выполнять еще несколько действий. Во-первых, в военкомат должны подаваться отчеты. Во-вторых, соответственно, чаще всего это, конечно, кадровая служба должна подавать в военкоматы сведения о поступающих, поступивших сотрудниках и об уволенных. И, собственно говоря, о всех изменениях, которые происходят, ну, кадровые перемещения, например. То есть, если человек переводится из одного подразделения в другое, то есть все эти изменения следует отражать и регулирует это последний, вот он, я про него уже говорила, приказ Минобороны России номер 700. К нему выпущены методические рекомендации. То есть, в этом приказе определена форма карточек, ну, то есть форма документов, по которым нужно отчитываться в военкомат и вести воинский учет на предприятии. Соответственно, немного изменилось название карточки. То есть, сейчас она называется карточка гражданина, подлежащего воинскому учету. И, собственно говоря, это основной момент по организации воинского учета. С 8 января прошлого года вступил в силу вот этот вот самый приказ. Как вы видите, по дате это практически перед началом спецоперации. Ну, то есть, это говорит о том, что воинскому учету уделяется сейчас весьма пристальное внимание. Теперь по форме. То есть, карточки должны вестись в электронном и бумажном виде. Заполняются карточки при приеме сотрудника на работу. Мы поговорим немножко позже про этот процесс. И в карточку вносят сведения, собственно, об образовании, о месте работы, то есть, куда вы приняли этого сотрудника, на какую должность, место жительства и семейное положение. То есть, женат, не женат. И теперь мы с вами перейдем к работе с демо-базами. Сначала мы посмотрим слайды, а потом уже перейдем туда ручками. Итак, если мы с вами работаем в базе ERP, то настройка первоначальная, чтобы активировался блок ведения воинского учета, нам необходимо выполнять в разделе НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь нас интересует подраздел кадры. Когда мы переходим в этот подраздел, то у нас активируется уже в рабочем блоке кадры, появляется вот такое меню по воинскому учету. То есть здесь перечислены документы, которые делает обычно кадровая служба, и отражена процедура сверки с военкоматом по поводу ведения воинского учета. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который сделан из базы ЗУП, то есть зарплата и управления персоналом. И здесь мы тоже с вами увидим, что практически у нас то же самое. В разделе настройка есть подраздел кадровый учет. И при переходе мы точно так же активируем в кадровом учете воинский учет. И у нас появляется блок воинский учет, и видите, в нем практически такие же идентичные документы, как мы только что с вами смотрели в ERP. Сейчас мы с вами переключимся на базу. Значит, я запустила демо-базу ERP. И вот он наш с вами блок NC и администрирования. Вот он наш подраздел кадровый учет. И видите, то здесь это где-то надо половину меню прокрутить, и мы попадаем в раздел воинский учет. То есть мы должны проставить чекбоксы, то есть вот такие зеленые флажочки, что воинский учет ведется. Обратите внимание, есть подсказочки. Если вдруг вы, например, с этим блоком не работали или работали давно. Дальше ставим флажок, что ведется учет бронирования граждан на период мобилизации на военное время. Ну, естественно, если он у вас предусмотрен. Пока у нас проставлена, например, только вот эта галочка, мы сдаем один отчет. Как только мы проставляем учет для бронирования, то в этом случае у нас добавляется еще два документа, которые мы должны подавать в военкомат. То есть итого у нас получается три отчета. Есть еще один подраздел, который касается воинского учета. Это ведение учета специальности сотрудника. То есть сотрудник может иметь, допустим, несколько воинских специальностей. И дальше мы должны просмотреть правила формирования элементов справочника в отчетах и документах. То есть у меня установлено, видите, фамилия, имя, отчество. А на самом деле, если я перейду вот по вот этой ссылочке, то у меня будет достаточно большой выбор. То есть стоит определиться, как вы планируете отображать это у себя. И сервис кабинет сотрудника. Обратите на него внимание, потому что в этом случае вам значительно облегчится жизнь, потому что часть информации может сотрудник получить самостоятельно, не отвлекая бухгалтеров или кадровиков. После того, как мы проставили отметочки, которые соответствуют нашим бизнес-процессам, в этом случае мы можем из этого раздела уйти. Сейчас я выключу его. И у нас с вами в разделе «Кадры» появился вот такой подраздел «Воинский учет». То есть, как я уже показала, он одинаково выглядит и в ZUPI, и в ERP. И здесь мы уже можем выбирать листки сообщений об изменениях, ну, то есть вводить какие-то первичные документы. И если мы принимаем сотрудника, то, соответственно, мы можем сформировать вот такие сведения. То есть, первоначально при переходе открывается журнал этих документов. Мы выбираем организацию, то есть юрлицо, с которым будем работать. Ну, например, мы на промресурс принимаем какого-то молодого человека. То есть, соответственно, мы создаем новую запись, и в этом случае мы должны внести сведения. Сведения мы вносим на основание информации, которую получаем от сотрудника. Ну, то есть, соответственно, заполняем то, что он нам рассказал. Правила заполнения этих сведений практически, ну, то есть заполнения документа практически идентичны со многими другими. То есть, нужно либо подбор, если мы уже ввели его, либо добавить новый элемент. У нас откроется карточка сотрудника, которая при приеме заполняется. Ну, я не буду сейчас на этом заострять внимание, потому что это функционал, который уже достаточно отработанный, не новый, и с ним работали. Ну, вот у меня создано несколько документов. Если мы, допустим, берем прием на работу, ну, вот выбираем любого действующего сотрудника. А, неудачно выбрала, извините, женщину увлеклась. Ну, то есть, мы заполняем все сведения. Раньше это было обязательно делать в карточке Т2. То есть, там заполнялся раздел о воинском учете. Сейчас карточку Т2 ввести не обязательно. То есть, это в программе выводится как отчет. Но, тем не менее, если вы ее введете, то, конечно, надо продолжать. Итак, у нас с вами прием на работу, то есть, это приказ о приеме на работу. И проверяем, что у нас здесь заполнено, что не заполнено. Обратите внимание, что при работе с ЗУПом, ну, и также в ERP кадровый, ну, кадровый зарплатный блок, необходимо заполнить максимально подробную информацию. То есть, справочники, которые возникают по ходу составления документов, нужно проверить, во-первых, на полноту заполнения, ну, а во-вторых, на достоверность, естественно, потому что могут быть, например, старые паспортные данные или еще какие-то сведения, которые должны периодически изменяться. И у нас задается закладочка оплата труда, условия его работы, мы задаем, и закладочка трудовой договор, это фактически трудовой договор, который мы заключили с данным работником, и эта информация, естественно, отобразится и в воинских, и в документах воинского учета. Обратите внимание, что по кнопочке «Создать» у нас доступны документы, которые создадутся с использованием информации из этого документа. Так, сейчас мы отсюда уйдем и вернемся снова к нашим слайдам. Снова немного нормативной, так сказать, информации. Для оформления того, что у вас предприятие ведет воинский учет, вам необходимо сделать следующие документы. То есть, первое, это приказ о введении воинского учета, ну, это, в принципе, аналогично учетной политике. И план работы по воинскому учету и бронированию. То есть, вы создаете вот эти два документа, и после этого у вас уже остается только процедура заполнения карточки по форме номер 10, то есть, сейчас это первичный документ воинского учета. И если у вас возникают какие-то сомнения по поводу того, что, как и где заполнять, то вы можете использовать инструкцию. То есть, это приложение 22. Это форма самой карточки. Ну, инструкцию почитать, чтобы было проще. То есть, это, в принципе, не бухгалтерский, так сказать, документ, но штрафы может вызвать нешуточные. Собственно, саму карточку, так же, как и при приеме на работу, мы заполняем на основании документов, которые нам дает претендент. Ну, во-первых, это удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. То есть, это для призывников. И военный билет, либо офицера запаса. Ну, то есть, видите, здесь перечислены документы, которые могут являться основанием для внесения информации в карточку номер 10. То есть, это для призывников отдельно, для офицеров запаса отдельно, и для военнообязанных. Вот, вы видите, выделен сейчас текст. Если, например, у вас человек принес вам справку на место жительства или место пребывания до трех месяцев, то, естественно, вы эти сведения можете использовать для заполнения этой карточки. Еще один момент. Мы проверили вот эти документы. То есть, проверили военный билет, проверили удостоверение гражданина для призывников. И теперь, что у нас происходит с кадровыми документами. То есть, мы должны заполнить раздел о воинском учете в личной карточке работника Т-2. Как я уже говорила, сейчас это необязательно делать. Раньше, до утверждения карточек нового образца, вот этих Т-10, ну, соответственно, заполнялся раздел 2 личной карточки Т-2. Если мы их ведем, и сейчас, то заполняем у них раздел о воинском учете. Что такое подготовки приказ об организации воинского учета? Значит, этот приказ фиксирует ответственного, который будет отвечать за соблюдение правил ведения этих карточек, ну, и своей временности, естественно. Почему я сказала, что воинский учет, документы по воинскому учету, по организации воинского учета аналогичны учетной политике? Потому что приказ о ведении воинского учета мы обязаны выпускать ежегодно. И, ну, то есть, почему это не получится делать задним числом, то есть это нужно будет подсуетиться и сбегать в установленные сроки этот приказ согласовать с военкоматом. Обратите внимание, вот здесь у меня есть ссылка на нормативные документы. То есть это пункт 22 методических рекомендаций, в котором эта процедура достаточно точно описана. То есть если учетную политику мы никуда не подаем на согласование до того, как мы начали ее использовать или там в случае, если у нас поступил запрос от налоговой, то в этом случае мы должны согласовать приказ с военкоматом во избежание, так сказать, всяких штрафных санкций. И основной это план работы по ведению воинского учета на календарный год. Соответственно, этот план, так же, как и приказ, то есть приказ у нас утверждает и регламентирует, на какой период вводятся правила работы плана. То есть, точнее, неправильно выразилось, не работы, а актуальности плана. и, собственно говоря, если военкомат у вас затребовал какие-то дополнительные документы для этого или там еще какие-то причины могут быть, когда военкомат требует у вас предоставления дополнительных документов, то, естественно, мы обязаны это выполнить. и самое, ну, так сказать, неприятное это штрафные санкции. То есть, на самом деле, приказ, кроме того, что утверждает план мероприятий, он определяет еще ответственное лицо. Если такой приказ не сделан или сделан несвоевременно, или должностное лицо не определено, то по действующему законодательству вся ответственность возлагается на руководителя организации. И в этом случае начинают действовать меры административной ответственности за какие-то конкретные действия или бездействия. То есть, административная ответственность предусмотрена за непредоставление в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. И обратите внимание, что в этом случае штраф от тысячи до трех тысяч рублей. Это у нас регулируется административным кодексом, и, соответственно, эта ответственность возлагается либо на того, кто назначен, отвечать за воинский учет, либо на руководителя. Следующее нарушение это не оповещение граждан о вызове их по повестке военкомата или не обеспечения гражданам такой возможности, то есть возможности своевременной явки. В этом случае ответственность такая же, то есть от тысячи до трех тысяч рублей. И еще одно нарушение это не сообщение в военкомат или в инорган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу либо об уволенных с работы граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. В этом случае штраф выше от тысячи до пяти тысяч рублей. Ну и, соответственно, кроме этого есть еще и уголовная ответственность, если будут обнаружены какие-то дополнительные отягчающие обстоятельства. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим, что же у нас позволяет делать наша демо-база. Кроме того, что мы создаем документы, которые перечислены в разделе, и что мы можем еще делать. Ну, мы с вами уже посмотрели вот эти документы, перечисленные здесь, но на самом деле мы с вами сейчас перейдем в раздел кадровых документов по приемам, переводам и увольнениям. И если мы создаем с вами новый документ, то, соответственно, ну, выберем, например, возьмем готовый документ и возьмем уже созданный Новико Вячеслав Владимирович. В этом случае нас будет интересовать его карточка, карточка сотрудника. Это мы с вами пришли прием на работу, то есть напомню последовательность. Когда к вам устраивается новый сотрудник, можно сначала сделать на него карточку физического лица, заполнить ее всю и потом уже издать приказ. Но можно делать и по ходу. То есть, соответственно, у нас бизнес-процесс состоит из того, что мы создаем приказ о приеме на работу и по ходу заполнения приказа заполняем справочники, которые требуются для того, чтобы можно было провести этот документ. Когда мы открываем карточку сотрудника, то мы с вами видим, вот у нас есть линейка гиперссылок, то есть это ссылки для перехода и заполнения попутно другой информации. И у нас с вами здесь есть воинский учет. Если мы перейдем по этой закладке, то вот видите, какая у меня замечательная организация, здесь не заполнено ничего. Соответственно, так, как будто человек ко мне еще на работу не принят. Вот, собственно говоря, чтобы избежать страфных санкций, нам надо вот это все и заполнить. Отношение воинской обязанности. Ну, допустим, военно обязанный, не военно обязанный призывник. Соответственно, я выберу наиболее распространенный, это военно обязанный. Дальше мы из военного билета с вами заполняем воинское звание, которое у него есть. И обратите внимание, это дополнительно еще один справочник воинских званий. То есть проверяем. Ну, пусть он у нас, например, будет лейтенантом. Дальше мы указываем профиль. То есть, ну, лейтенант, это у нас младший, ну, пусть будут младшие офицеры. То есть мы указываем, какой категория относится. Годность к военной службе у нас может быть тоже разная. разная. То есть, видите, годен, годен с незначительными ограничениями. Ограничено временно, не годен, не годен вовсе. Но мы поставим, что годен к воинской службе. И теперь у нас включается в работу раздел бронирования. То есть, если мы с вами в настройках проставили учет бронирования, то тогда мы должны заполнять вот эту информацию. Если там флажок не проставлен, то этого раздела не будет. Значит, и бронирование, дата оформления от срочки, если она у нас была. Ну, пусть будет, например, 1 марта. Серия удостоверения, ну, указываем номер документа. так же, как и паспорт аналогично. Так, и забронирован какой организации. Документы бронирования. Если мы переходим по этой ссылочке, мы попадаем с вами вот такое меню. Так, сотрудник, показать всех новиков. Где у нас тут наш новиков? Ну, наверное, я не выбрала организацию. Ну, сейчас выберем на бум просто. И организация, которая у нас была, например, промресурс. И создаем документы бронирования. То есть, это именно создание документов на основании чего предоставлена бронь. то есть, ходатайство бронирования, бронирование граждан и отмена бронирования. Обратите внимание, что это у нас гиперссылка документов бронирования. То есть, по ходу заполнения вот этой карточки мы эти документы можем создавать и заполнять новыми. И обратите внимание, вот на что. Дополнительные сведения это принадлежность к казачеству. Ну, соответственно, административные взыскания допуск контрольных органов. Это если требуется согласование с какими-то дополнительными организациями. Может быть, военкомат, может быть, еще. Ну, то есть, это в каждом конкретном случае определяется индивидуально. И раздел общего воинского учета. Соответственно, мы выбираем военкомат, в который мы должны отчитываться, к которому должен быть приписан данный сотрудник. Вот здесь мы создаем сами, это дополнительные сведения, создаем сами, пишем название, военкомат, номер такой-то, допустим, точнее, военкомат, военный комиссариат. И заполняем здесь сведения. Отношение к воинскому учету, повторяюсь, состоит на воинском учете, встает на воинский учет, не состоит, но должен, ну, то есть, выбираем то, что подходит в нашем случае. Если я выбираю не состоит, но должен, то, соответственно, нужно понимать, что что необходимо военкомат поставить в известность о том, что у него такое состояние. Если у вас сотрудник, например, получил повестку, ну, то в этом случае проставляете флажок МОБ предписания, то есть, это получение мобильного предписания и заполняете здесь сведения. если военнообязанных получают, например, повестку на сборы, то, соответственно, вы заполняете вот этот раздел, при этом человек остается у вас в штате, то есть, он у вас работает и вернется к вам по окончанию сборов. То есть, насколько полно вы заполните вот этот блок, настолько у вас будет точно отражаться информация и в отчетных документах, ну, естественно, и дополнительный блок отчетности для военкомата будет формироваться уже по всем правилам. У меня, как видите, сама карточка заполнена в этой базе неправильно, то есть, у меня не внесен НН, у меня не внесен СНИЛС, ну, и, собственно, другая информация. Чтобы не происходило ошибок в дальнейшем, это все нужно заполнить. Снова мы с вами отсюда уйдем, то есть, мы с вами закроем, закроем записать и закрыть. И хочу еще напомнить про одну вещь, то есть, документы, которые необходимо ввести, это по воинскому учету и по всем остальным, собственно говоря, документам, не обязательно кадрового и воинского учета. У нас вот такая кнопочка печать содержит чаще всего несколько печатных форм, то есть, в зависимости от того, что требуется по вашим бизнес-процессам, по вашему, по вашей системе налоговый учет и так далее, у нас здесь запрограммировано. Ну, вот, например, сейчас еще раз вернемся в карточку вот этого Новикова, и если мы перейдем в воинский учет, то, как видите, здесь нет возможности что-то распечатать, это потом попадет в документы и попадет в уже, соответственно, в нужный раздел. Снова уйдем отсюда, прием на работу, выходим, нам это пока больше не нужно, и, соответственно, у нас есть еще составление отчетности. Вот здесь нужно быть более внимательным, потому что унифицированные формы вы можете посмотреть, они есть, но ваш конкретный военкомат, который вы должны отчитываться, может иметь свои печатные формы, которые утверждены местными законодательными органами. То есть в этом случае вам нужно прежде всего связаться с вашим военкоматом и уточнить, требуются ли какие-то дополнительные либо печатные формы, либо может военкомат запрашивать какую-то информацию дополнительную, которую вы должны предоставить, и чтобы вы не, так сказать, не попали на штрафные санкции. Это нужно выяснить, записать себе, и если нету каких-то специально разработанных в вашей области документов, то используются стандартные документы. Теперь у нас еще с вами в разделе НСИ и администрирование блок кадры. Я снова возвращаюсь туда, где мы с вами были уже немножко раньше. Возвращаемся в воинский учет. Предполагаем, что у нас с вами нет ни летчиков, ни моряков, то есть мы вот эти флажки не проставляем, а обращаем внимание на бронирование командиров. То есть если вы предполагаете, что допустим ваш сотрудник попал под мобилизационные мероприятия, то в этом случае проставляется флажок и здесь. И к сожалению, пока это запускается, мы немножко поговорим еще об одной вещи. То есть соответственно сроки предоставления отчетности по ведению воинского учета нужно соблюдать, тем более, что сроки на самом деле достаточно несложно запомнить, поскольку общий отчет по военно обязанным у нас один, издается он до конца года. Сведения личной карточки, заполнения личных карточек происходят при приеме на работу, при увольнении с работы. Ну и сроки немножко отличаются от тех, которые сейчас у нас прописаны в отчетности в объединенный социальный фонд, там мы должны отчитаться о таких мероприятиях на следующие сутки после проведения мероприятия, в военный комиссариат мы должны отчитаться в течение двух недель после происхождения кадрового мероприятия, то есть увольнение, прием на работу, перемещение, если только оно связано с перемещением например в обособленное подразделение, которое находится в другом, в другой территориальной, так сказать, территориально находится в другом месте и переводится туда сотрудник и перемещается на постоянную работу, а не в командировку. так, отсюда мы можем уходить и так, и еще хочу предупредить вот о чем, то есть если регламентированная отчетность, например, по персоналу, по взносам, по страховым взносам у нас подается в налоговые органы, то там соответственно есть определенные сроки и параметры проверки, то вот с военкоматами в большинстве случаев необходимо именно личный контакт и предоставление им информации по электронным каналам требует дополнительного уточнения. Сейчас мы с вами еще перейдем в регламентированный учет и посмотрим раздел 1С отчетность и соответственно что у нас есть из дополнительных сервисов, которые мы можем использовать при ведении воинского учета. 1С отчетность это у нас не только название раздела, это название еще и дополнительного сервиса и означает прямую передачу ведений на фискальные органы. То есть минуя третье так сказать лицо, минуя операторов электронной связи, мы можем напрямую отставлять отчетность уже налогу, например, инспекцию и так далее. Соответственно сейчас мы перейдем в этот раздел и посмотрим что у нас здесь есть для того чтобы помочь нам немного. вот то есть мы с вами видим во-первых это реклама когда 1С себя хвалит что такое сдать отчетность через интернет это именно 1С отчетность сервис и вы видите здесь представленная информация что программа предлагает если более подробно интересуетесь то можно по гиперссылке перейти подключиться на самом деле очень просто для этого не нужно специалистов и если вас это заинтересовало просто почитайте поподробнее что предлагает этот сервис значит это мы с вами видим журнал регламентированных отчетов которые можно создать в 1С и если у вас не настроено или на новые формы вы еще не переходили то сейчас идет отчетность за 2022 год а в апреле мы уже будем отчитываться за 2023 год за первый квартал и соответственно у нас отчетность по физическим лицам то есть есть отчетность фонды как вы видите вот она у нас и есть отчетность по физическим лицам я это сейчас закрою вот у нас отчетность по физлицам и здесь у нас те отчеты которые раньше мы подавали в пенсионный фонд соцстрах и так далее то есть интересует нас вот какой момент при приеме или при увольнении мы подаем отчетность соответственно то что раньше было СЗВ ТД допустим СЗВ действует один новый отчет ЕФС 1 соответственно мы можем выбрать например то есть либо поставить вот здесь отметку звездочку либо нажать клавишу выбрать сведения о трудовой деятельности и значит у меня в разделе избранное появятся те отчеты которые я хочу видеть в своем журнале то есть те которые я сдаю или те которые планирую сдавать чтобы потом не рыться во всех вот этих 320 видах отчетов и если мы открываем любой отчет допустим вот я выбираю все так же свой металл лучше промресурс и здесь заполнить приемами и увольнениями например то вот они то у меня здесь на промресурсе приемов и увольнений а значит в этом случае заполняется автоматически этот бланк то есть этот документ да нету а обратите внимание что печатная форма у меня продолжить да немножко немножко медленно работает соответственно я могу сформировать этот документ и он у меня остается в списке так же как и все прочие поданные документы но самый удобный вариант когда вы создаете отчеты которые требуются по движению персонала создаете одновременно с военкоматов чтобы потом не забыть что вы должны предоставить военкомат через две недели сведения о приемах увольнениях и так далее и в этом случае у нас получается что мы можем сформировать этот новый отчет EFS1 который называется и через раздел регламентированные учеты и через раздел кадры соответственно сформировать тоже отчеты если мы выберем все кадровые документы у меня здесь нет отчета создавать мы его сейчас не будем но соответственно по кнопке создать так же как и во всех других документах мы с вами перейдем в отчет и формирование документов которые сопровождают воинский учет у нас происходит тоже по правилам которые предполагают работу со всеми другими отчетными форматами ну и раздел заработная плата где у нас есть все начисления то есть включаются налоги взносы справки про 2 НДФЛ то есть соответственно здесь у нас тоже есть возможность проверить что мы сдали отчеты у нас сотрудник появился не забыли ли мы его при оформлении воинского учета ну и говоря если вы соблюли все необходимые правила заполнили очень аккуратно всю документацию то здесь не требуется дополнительных каких-то телодвижений то есть отчетность формируется автоматически в правильном формате если не нужен дополнительный какой-то вид индивидуально для вашего региона и то есть ваша совесть будет чиста и год вы можете спать совершенно спокойно но в декабре вам надо не забыть про выпуск нового приказа на следующий год ну и соответственно план работы по ведению воинского учета я снова хочу вернуться к началу нашей встречи и показать вам наш титульный лист то есть это наши контакты напоминаю электронная почта телефонный номер телеграм контакты и моя почта и адрес сайта приглашаем вас посетить его посмотреть там много всякой информации не только вебинары но и по поводу работы с программой и мы будем рады оказать любую помощь которая связана с сопровождением внедрением разработками в среде программ семейства 1С и соответственно будем рады ответить на ваши вопросы если у вас какие-то вопросы возникли присылайте любым удобным для вас способом если это будет например в письменном формате то мы сможем ответить вам и подробнее и уже индивидуально для вашей ситуации потому что не будет ограничения по времени и будет возможность более глубоко проработать информацию для ответа на ваш вопрос на этом разрешите с вами попрощаться наше время уже заканчивается компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время за интерес который вы появили к нашей встрече на этом разрешите закончить нашу встречу и всего вам доброго хорошего дня кодерлайн 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 кодерлайн